Ту-ту, российский сервис путешествий номер один. Привет, я Леня Пашковский, и я в Уганде. Это маленькая африканская страна на востоке континента, и вот это вот окраина ее столицы, Кампалы. По сути, ну, такая полутрущобы, полудеревня. Я немножко волнуюсь, потому что приехал сюда, чтобы встретиться с легендарным человеком, точнее, с легендарным кинорежиссером, который вот здесь, среди грязи и нищеты, не имея вообще ничего, создал целую киноиндустрию и снимает невероятно крутые фильмы. В общем, добро пожаловать в Воколивуд, родину африканских кунг-фу боевиков. Я снял больше 50 фильмов. До того, как заняться кино, я делал здесь кирпичи. И даже делая кирпичи, я часто украшал их лепнины. И люди покупали, потому что я был художником. На эти деньги я снимал первые фильмы и купил первую камеру. Не знаю, где она сейчас, но вот это одна из первых. Не вижу, не знаю, где она теперь, но она была почти такой же. Вся студия Воколивуд, вся киноиндустрия, по сути, располагается просто вот в доме режиссера Айзека, в его внутреннем дворе. Вот здесь мы снимаем наши фильмы. Это мы называем рекой Воколивуда. Если нужна локация с водой, используем ее. И рядышком здесь есть небольшая площадка, на которой стоит самый важный реквизит. Мы уже три года строим этот вертолет. Это самый большой реквизит в Воколивуде. Самый большой. Как видишь, он сделан из металлолома. Когда я снимал, кто убил капитана Алекса, я пошел к властям, в полицию, и попросил дать мне вертолет. Они отказали. Киноиндустрия была еще слишком молодой, чтобы получить вертолет. Я решил использовать сделанный на компьютере. А потом решил сделать собственный. И когда мне нужен вертолет, я могу снять его на зеленке и затем поднять на кране. Мы его поднимаем, и люди могут с него прыгать. Так мы отсняли несколько сцен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это значит, что Кампала иногда становится очень маленькой. А эти парни впервые приезжают в город из деревни. В этом фильме я играю парня из деревни, поэтому ищу подходящую одежду. Когда Айзек приносит сценарий, мы садимся всей командой и продумываем персонажей. Мы не даем актерам костюмы, поэтому говорим им, для твоего героя нужно вот это и это. Приносите свою одежду, посмотрим, что подойдет вашему герою. Я им говорю, если принесли костюм, он остается в Колливуде навсегда. Поэтому, пожалуйста, не одалживайте одежду у соседей, потому что они потребуют ее назад. Вот все. Это наш склад реквизита. Тут мы и делаем реквизит. Видишь, это свет, который мы используем. Киношный свет потребляет очень много электричества, поэтому мы сделали свой, которому много энергии не нужно. Это был наш первый штатив. Думаю, ты видишь, что это домкрат. Камера стоит вот здесь. Вот тут. Тут у нас разные автоматы для разных фильмов. Айзек говорит, нужен такой-то автомат для такого фильма, и мы делаем его из металлолома. Они все разные. У каждого автомата свой звук. Когда он стреляет, он вращается. Здесь есть двигатель. Заводишь его, и он вращает стволы. Эти ребята просто фантастические. Вот то, что они мне показывают, у меня просто мозг взрывает. Все работает, все двигается. Я не удивлюсь, если они заставят рано или поздно вот тот вертолет летать по-настоящему. Они на это способны, точно. В детстве я очень много рисовал. И в конце концов мне захотелось, чтобы эти статичные картинки начали двигаться. В 80-х, в 83-м, в 85-м у нас начали появляться местные кинозалы. Но я никогда не мог посмотреть там кино. Маленьким детям не разрешали туда ходить. Родители боялись, что фильмы испортят детей. Но у моего брата Роберта получалось сбегать и смотреть те фильмы. Он возвращался и рассказывал, о чем они. Он рассказывал, я видел, как Бадди Спенсер крошил людей кулаком и все такое. Брат смотрел много китайских фильмов, приходил и делал вот так. И ты чувствовал это. Меня, кстати, самого на путешествие и на съемки «Хочу домой» тоже вдохновляют исключительно чужие истории. Я вот могу какую-то фотку восхитительную увидеть и все, я туда еду. Или, не знаю, чужой репортаж посмотреть из поездки и понять, что я тоже хочу про это снять, только могу сделать это в 10 раз круче. Так что, ну, если хотите классную поездку себе, но не можете придумать куда и как, крадите как художник. Просто идите на сайт Туту.ру и вдохновляйтесь. У них в разделе Туту.сюжеты очень много репортажей, маршрутов, советов, классных материалов про путешествия, написанных путешественниками. То есть, все это интересно, правдиво, дышит живыми эмоциями. Вот. И вам точно что-то в душу западет настолько, что вы, ну, сидеть на жопе больше спокойно не сможете. Я вам обещаю. Так что, Туту.ру.сюжеты переходим по ссылке в описании и там рядышком лайк, его тоже заодно нажмите. Это наша комната для репетиций. Мы репетируем здесь, проходим по разным сценам и сценария. Я люблю играть, поэтому я здесь. Потому что, если мне дают какую-то роль, я стараюсь сыграть ее идеально. с теми, это прекрасно, и. га-гам, 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 на меня. Бенсон, смотри, сейчас, да. Куда, смотри, ЛИВЕ! Да, парень будет здесь в час. Босс! Сэр! Он не здесь! Почему? Почему вы даете мне эту плохую информацию? Почему? Forgive меня, сэр! Почему они тебе говорят? Forgive меня, сэр! ГО! Босс! 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 Никогда не разговаривай мне! ИЕС! Я буду тебя! Я хочу его! ЛИВЕ! Босс! Яines неましょう! Гortunately Brother Pablo嘛! Босс! 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 Божись! 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 Вы не можете зайти! Нет никакого способа, потому что ты умрешь. Сидит! Когда я играл сейчас, мне было хорошо, потому что эта роль прям то, что нужно. Это было легко. Мне больше нравится играть плохих парней. Но иногда я играю генералы, поэтому меня называют генерал Блэкдо. Мне нравится играть солдат, спецназ. Обычно, когда люди сюда приходят, я стараюсь дать им свободу выбора. Иногда я делаю что-нибудь, а потом спрашиваю, кто может это повторить. И находится кто-нибудь, кто делает это лучше меня. Кто-то более талантлив в одном, кто-то в другом. Так я и формирую команду. Это Коготь Тигра. Один из моих стилей кунг-фу. Я начал сниматься в Вокаливуде, когда встретил парня, который продавал диск с фильмом «Команда спасения». Это было на рынке, где я работаю. Я посмотрел тот фильм, и он мне очень понравился. Я решил присоединиться. Там был номер телефона. Я позвонил и приехал сюда, в Вокаливуд. Это был 2011-й. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я был 31-32 года, когда я работал в Вокаливуде. когда я начал снимать свой первый фильм в 2005-м. Но он так и не вышел. Он не ходил на работу, сидел в комнате и готовился. А я думала, да что же происходит? Не знаю, что она тебе скажет, но поначалу она не была за. Он сказал мне, что хочет снимать боевики. А я говорю, боевики, ты где столько денег возьмешь? Я тогда была беременна и сказала ему, ты вместо того, чтобы думать о будущем нашего ребенка, мечтаешь о фильмах. У тебя нет таких денег. Но он был уверен и сказал, что сделает это, потому что это его мечта. Мне нужно было дать ей самой определиться, как в этом участвовать. И она нашла себя в этом как гример. Она у нас делает грим. Я начала смотреть уроки на Ютубе и научилась делать грим по видео на Ютубе. Поначалу мы использовали коровью кровь, но с этим были проблемы. Один из актеров заболел, потому что они набирали кровь в рот, и он заразился бруцеллезом. Это такая болезнь от коров. С тем немногим, что есть в моем распоряжении, я делаю раны, делаю зомби, имитирую кровь. Я верю, что мы живем в эпоху глобальной деревни. И я делаю фильмы для аудитории, которая была воспитана на западном кино. Поэтому я стараюсь угодить всем. Тем, кто любит азиатские фильмы, тем, кто любит западные. И пытаюсь привнести свой африканский стиль. Так что мне нужно хорошенько думать. Я тоже занимаюсь боевыми искусствами, кунг-фу. Это помогает сниматься в боевиках, помогает быть в форме и поддерживать здоровье. Все, что я делаю, я воспринимаю как кунг-фу. Кунг-фу во всем. Кунг-фу – это лекарство, которое каждый должен попробовать. Все наполнено кунг-фу. Когда ты ешь, спишь, сидишь, ходишь. Кунг-фу есть во всем. Мне нравится кунг-фу, потому что учеба мне не очень давалась. Я закончил 7 классов. А кунг-фу очень мне помогает. Чистит мозги, держит мышцы в тонусе. И даже говорить по-английски я научился здесь, в Вак-Колливуде. Когда я пришел сюда, я ни слова не знал по-английски. Это все кунг-фу помогло. Один из самых частых комментов под моими африканскими видео – это «Вот, то самое ощущение, когда в африканской глубинке по-английски говорят, а ты – нет». Согласен, с этим надо наконец-таки разобраться. Поэтому записывайтесь на абсолютно бесплатный марафон по прокачке разговорного английского от Skyeng. Длится он 11 дней, в течение которых вам на мыло или в ВК будут присылать полезные материалы про то, как завести разговор с иностранцем, какие слова из школьной программы английского нормальные люди уже не употребляют. И много всего другого, что за 11 дней нормально так позволит вам прокачать свой язык. Еще раз повторяю – все это абсолютно бесплатно. Более того, каждый месяц Skyeng разыгрывает бесплатный курс английского из 8 занятий среди участников марафона. Записывайтесь на марафон по ссылке в описании и пишите мне комменты на английском. Давайте будем тренироваться прямо здесь. Все спрашивали – я могу умереть в твоем фильме. И я сказал – о, дай-ка я сниму об этом кино. Я сниму фильм, в котором умирают люди со всего мира. Мы называем это стеной славы. После того, как ты умер в фильме, ты пишешь свое имя, страну и дату смерти. Люди приезжают со всего мира и хотят умереть в кино. Я их убиваю, и они пишут свои имена на стене славы. Мы не берем за это деньги, потому что они приезжают, и мы просто веселимся. Ну что, пришла моя очередь отправиться на тот угандийский свет. Дождь прошел, к сожалению, очень грязно, поэтому умирать придется в чужой одежде, чтобы свою и единственную не вымазать. Отлично. Всегда говорил, что комбинезоны людям европиодной расы не идут. И осматай концы. Я думаю, что вы это подтвердите в комментариях. Хотя, не так уж плохо. Маленький одесский штрих. Ребята уже тренируются меня убивать, но все будет не так просто. Я тоже кое-что приготовил для этих детишек. Снятое. 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 Давай еще разок. Мотор. Лео. Уанжи Севу. О Вауа. Беларусь. Оно собора. Ясэ по мукамаланге. Калирумба. Это хорошо. Я рад, что режиссер доволен. Я рад. Что-то. Уважаемое. Уважаемое. Ведя. Уважаемое. Уважаемое. Степа, это, как говорится, пух! Из-за того, что бюджет ограничен, реквизита недостаточно, транспорт мы заказать не можем. Нам нужен автобус, и мы просто стоим и полчаса уже его ждем. Вот, подъезжает, все на готове, сейчас будет экшен. Снято! Да, по правде говоря, я мало смотрю кино. Я боюсь испортиться, боюсь, что чужой талант убьет мой талант. Я особо не знаю режиссеров, я знаю фильмы. Не знаю имен тех, кто делал фильмы. «Командос» — это был хороший фильм. Я бы хотел встретиться со Шварценеггером, с Рэмбо. Хотел бы встретиться с Чаком Норрисом. Это мой любимый актер. И еще с тех пор, как я увидел афишу с ним. Я мало смотрю, но много читаю. Стараюсь много читать. Я не очень хорош в чтении, но я читаю немного, а потом перевариваю. У меня много любимых книг. Библия — одна из них. Мне нравится Библия. И Коран. Я не умею его читать, но мне нравятся истории. Хотел бы, чтобы актерство было твоей работой? Да, поэтому я здесь. Я хотел бы сниматься в Голливуде, в больших фильмах, представлять Африку или Уганду. Это моя мечта — играть с большими актерами, такими как Жан-Клод Ван Дамм, Джет Ли. Это мои любимые актеры. Моя мечта — быть знаменитым, чтобы меня знали везде. Как Брюса Ли, Джеки Чана, Джет Ли, Рэмбо, Шварценеггера. Я восхищаюсь ими. Хочу быть, как они. Когда я не в Голливуде, я работаю на рынке. Продаю овощи, перец, морковь, огурцы, ваниль. Кинорынок в Уганде еще не развит, поэтому я ничего не зарабатываю. Но я делаю это из-за страсти, потому что мне это нравится. И я знаю, придет время, и я буду зарабатывать. Еще я занимаюсь маркетингом в Голливуде. Мы делаем маркетинг от двери к двери. У нас есть копировальная машина для DVD. Мы покупаем болванки и сами их записываем вот с такого мастер-диска. Потом печатаем обложку и продаем в таком виде. Это как мы продаем. Да, мы старцы в Голливуде. Мы продаем в Голливуде. В Голливуде, как вы можете видеть, Акана Аус представляет. Пу-пу-пу. Поначалу никто не мог продать хоть один угандийский фильм. Я сказал актерам, у нас есть фильм, но о нем никто не знает. Поэтому мы станем маркетинговой командой. Я превратил актеров в отдел маркетинга, и мы начали продавать наши фильмы. Ну что, мы с пацанами сейчас пойдем по деревне. Попытаемся продать парочку копий свежего фильма. И посмотрим заодно, как это делается. Искусство местного маркетинга. Мы получаем актеры, актеры, актеры и актрисы. Актеры ездят по разным частям страны, по деревням. И продают фильмы от двери к двери. Да, я продал ей один диск. Я пообещал им, вы получите комиссию с каждого фильма, который продадите. И они хотят продавать больше, чтобы много зарабатывать. Обычно продаем диск за полтора доллара, иногда за доллар. Стараемся делать дешевле, чтобы больше людей могли купить. Так я убиваю двух зайцев. Я воспитываю зрителя, даю понять, что мы можем снимать кино. И учу актеров тому, что можно быть продавцом и за счет кино жить. Я разыграю одно DVD со свежайшим фильмом прямиком отсюда. Это супер-супер эксклюзивная штука. Пишите в комментариях, какую роль в африканском фильме здесь, в Колливуде, мог бы сыграть Данила Козловский. Ну или Александр Петров, чтобы было актуальнее. Данила Козловский или Александр Петров, какую роль могли бы сыграть в местном фильме? Пишите свои идеи, самую лучшую я выберу. И победителю пришлю вот эту вот копию трушную прямиком из этих трущоб. Значит, ты выходишь отсюда, а я буду снимать тебя здесь. Смотри на меня, ты выходишь, потом бежишь, и когда добежишь сюда, добегаешь досюда и снова стреляй. Потом они тебя застрелят, и ты падаешь здесь. Окей. Непростая миссия, друзья. Но однажды в школе я разбирал калашников, собирал его обратно, стрелял из воздушки метко. У меня получится. Готовы? Ну что, с гордостью вписываю свое имя в эту аллею звезд вокалиуда. Готова. Готова. Готовы? ПЕСМЕЮТСЯ Готовы? БОДНОМА ГОДОК Убери Я не первый, кто снял кино в Уганде, но один из первых. У некоторых была возможность снимать фильмы «Лавстори», но в жанре боевиков я первый, Потому что все боялись снимать боевики И думаю, я первый не только в Уганде, но и в Африке Люди боялись снимать экшен-фильмы Запад напугал африканцев Дескать, нет, вы не можете снимать боевики, вам нужны большие бюджеты И люди до сих пор боятся Снимать кино — это прежде всего страсть Для меня эта история не про бюджет, а про страсть, про любовь к тому, чего ты хочешь Есть люди, владеющие боевыми искусствами Они знают удары и все такое И я не думаю, что им нужно много денег для этого Сколько стоит удар? Это же удовольствие Так бери и получай это удовольствие А теперь ты занимаешься только кино? Да, кино Еще я снимаю свадьбы, могу снимать клипы для музыкантов Так я зарабатываю деньги Но еще мне помогают друзья со всего мира Как-то в начале 2010-х каким-то чудом молодой кинопродюсер из Нью-Йорка Увидел трейлер местного фильма «Кто убил капитана Алекса» И его просто порвало Он понял, что вот это кино должны увидеть во всем мире И действительно, когда трейлер фильма залили в Ютуб, его увидели миллионы людей по всему миру И они мгновенно просто стали фанатами Вокаливуда Он залил на Ютуб всего 45 секунд фильма Это был трейлер И, боже мой, когда он проверил Ютуб Просто мы залили его и забыли Мы проверили, а там миллионы просмотров Господи, мы были в шоке И вот теперь ребята катаются по фестивалям К сожалению, реже, чем катаются их фильмы Потому что фильмы показывают, ну прям очень много Их возят целыми турами В очень престижных местах показывают Например, в Музее современного искусства в Нью-Йорке Как вам такое? Приезжали CNN, Al Jazeera, BBC, Vice, Playboy, Wall Street, Journal, D.W., France 24 Да, у меня есть награды Но я не фанат наград Я снимаю кино не ради них, а для своих фанатов Лучший экшен-режиссер Приз зрительских симпатий из Техаса Экшен-фильм, лучший Сам я не подаю заявки Меня приглашают на фестивали Ты бы сказала, что вы знамениты? Мы знамениты О, да, мы знамениты Мы знамениты, да А больше в Уганде или за границей? Если говорить честно Нас больше знают за пределами Уганды Потому что в Уганде и в общем в Африке Есть такая проблема Мы, африканцы, не ценим И особенно не ценим искусство Вместо того, чтобы ценить Мы только завидуем тем, кто что-то делает Но вне Африки, боже мой, мы знамениты Если бы у тебя был миллион долларов бюджета Какой бы ты снял фильм? Если бы у меня был бюджет миллион долларов Думаю, я бы снял много фильмов Будь у меня такие деньги Я бы построил студию Купил бы землю И сделал бы много всего Например, вертолеты Зеленые краны и все такое И снял бы много фильмов Я бы не думал про один фильм Это моя студия Здесь я делаю монтаж Обычно я сижу здесь Теперь я пользуюсь ноутбуками А с другой стороны сидят мои ученики Сейчас их двое Но я учил многих И потом они открывают свои компании Или монтируют для других студий Во мне нет такого чувства Во мне нет такого чувства Что другие приходят и конкурируют со мной Я считаю, что фильмы не конкурируют Это у меня в голове Потому что если я посмотрел фильм, я хочу посмотреть еще один Я снял 50 фильмов И если постараться Их все можно посмотреть за два дня Значит, тебе нужно будет еще Меня, честно говоря, поражает Что можно быть довольно-таки заметным режиссером Которого показывают по всему миру В очень престижных местах Который получает награды И при этом, по сути, не иметь никаких плодов Вот этой своей славы Жить в, мягко говоря, очень скромных условиях Даже технику себе новую Не иметь возможности позволить И просто продолжать делать то, что делаешь Мне кажется, это невероятно крутая, вдохновляющая история И каждый человек, который годами тянет резину И очень хочет снять свой фильм Или записать альбом Или что угодно Просто даже уволиться с нелюбимой работы Вот каждый такой человек должен Каждое утро свое начинать с просмотра этого видео Потому что на самом деле, как вы видите Нет ничего, что может тебя остановить Что может тебе помешать Если тебе действительно чего-то очень хочется Ты просто берешь и делаешь Если тебе очень надо Ты просто берешь и делаешь И меня это очень трогает Особенно трогает Потому что хочу домой По сути, начинался вот точно так же Ты просто не думаешь Сколько это может стоить Насколько это может быть сложно Можешь ли это сделать в одиночку Ты просто берешь и делаешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok